Привет! Сегодня сделаем с нуля полноценное IoT устройство, которое будет работать с сервисами Amazon. Также будет в мир по MQTT через амазоновскую ссылочку отдавать параметры температуры и влажности. За основу мы возьмем ESP32, возьмем штатный ардуиновский датчик, который снимает температуру и влажность, и пауэрбанк, который у вас будет под рукой. У меня была литий-ионная батарейка. В принципе, с самого начала мы пройдем все шаги, что нам нужно будет сделать для того, чтобы hardware заработал наш, загрузить прошивку необходимую, создать сертификаты. Естественно, нужно будет получить MQTT Topic для того, чтобы можно было в такие программы, как MQTT FX, внешний мир, можно будет смотреть уже в принципе эти показатели. Так и внутренний сервис на самом Amazon можно будет сделать подписку по этому топику и получать показатели температуры и влажности от устройства, где бы оно ни находилось. В нашем случае это устройство будет находиться в пределах работы зоны Wi-Fi, но в целом можно расширить устройство для работы по протоколу Lora и в принципе передавать на очень большие расстояния. Окей, давайте приступим к железной части. То есть у нас есть датчик температуры, HT по-моему 11, насколько я помню. Вот у нас есть ESP32, это BORD DEVKIT первая версия. На данный момент я сейчас его запитываю от 5 вольт, но в целом внутренняя вся архитектура 3-х вольтовая. Поэтому даже если у вас будет батарейка, к примеру, таблетки, которые вот в пульт управления и в часах, и в других устройствах есть, они помещаются, можно сделать небольшой корпус, все это поместить и в принципе устройство будет очень-очень маленьким. Здесь просто большая часть занимает проводка. Вот, в целом мы это все сейчас подсодним. Схемку я сейчас покажу, как это все выглядит. Мы зальем прошивку, мы в прошивке сделаем некие настройки. Далее мы перейдем в Amazon, IoT Core, это сервис по работе с IT-устройствами. Там создадим нашу вещь и настроим все сертификаты, полиси. Далее эти полиси мы привяжем к нашему устройству. Получим все сертификаты для этого устройства. Привяжем все сертификаты в наш Arduino IDE. Зальем прошивку и в принципе получим MQTT Topic из Amazon. И протестируем, как работает наше устройство. Окей, поехали. Нам нужна сама платка ESP32 DevKit первой версии. Нам нужен датчик температуры и влажности. Как правило, такие датчики идут в комплекте с ардуиновскими датчиками. У меня он был, у меня есть еще бошевские 280-е датчики. Здесь и барометр. Здесь довольно неплохие такие датчики. Но мы сегодня возьмем то, что в принципе есть в каждом комплекте. Его в принципе недорого можно купить в любом магазине электроники. Нам нужно какое-то питание. Либо это USB вольт. Вы можете забрать 5 вольт из вашего компьютера. Либо пауэрбанка любого. Но в целом я стараюсь работать с логикой микропроцессоров. Там где есть 3,3 вольта. Как правило, это в большинство. У меня под рукой есть вот такие батарейки 18650. Сколько я правильно помню. И платка для того, чтобы можно было это все заряжать. И соответственно я здесь поводил себе пины. И можно будет забрать и 5 вольт, и 3 вольта. В соответствии с контроллером, который будет питаться. Нам нужны перемычки или провода. Можете использовать борт, чтобы разместить это все дело. Но в принципе мы хотим максимально компактно это все сделать. Для того, чтобы допустим в будущем какой-то корпус это все поместить. Как показывает практика, в основном прототипы делаются практически вот так на коленке. И все эти вещи можно собрать с проводами, а потом уже оптимизировать. Окей. Что нам для этого нужно? Схемку я сейчас вот здесь, где-то, где-то, где-то вот здесь приложу. В принципе все просто. И мы сейчас пройдемся по тому, что нам нужно. На самом датчике. Это трехконтактный датчик, по-моему, версия 11. Это максимально простой датчик. Здесь всего лишь три контакта. Минус, плюс центральность и сигнал, вот тут и буковка С. Ну в принципе на схеме это все будет видно. Соответственно нам нужны перемычки. Мы берем сразу же, если есть цветные, есть возможность выбрать цветные провода под те вещи, которые у вас размечены. Размечены на датчиках. Ну соответственно черный минус, красный плюс и так далее. Как вы захотите. Ну и сигнальный, я допустим взял себе оранжевый. Так. Это готово. Эта часть готова. Далее нам нужно будет все это запитать. Мы забираем 3,3 вольта с самого микроконтроллера. Пин-аут для ESP32. Я также приложу картинку. Но в принципе можете забить в гугле. ESP32. Пин-аут и вам выдаст схемку того, где какие пины. Соответственно черный наш граунд. Это вот второй, если вот смотрите относительно меня справа. Граунд красный 3,3 вольта. Я забираю отсюда для питания датчика. И допустим я повешу на пин 23, самый крайний. В прошивке потом вот этот пин просто укажется и все. На каком пине у нас висит сигнал от нашего датчика, который снимает температуру и влажность. Ну и соответственно запитаем теперь наш контроллер. Но я хочу этот шаг немножко пропустить. Почему? Потому что следующим шагом мы и саму запитку контроллера и заливку прошивки будем делать уже через USB. Соответственно у USB есть питание 5-ти вольтовое. Соответственно здесь преобразователь стоит на контроллере. Как только вы будете запитать, как только вы подключите ваш контроллер к компьютеру, для того чтобы работать с Arduino IDE, ваш контроллер фактически будет питаться 5-ти вольтами. Поэтому сейчас я батарейку не буду еще подсоединять пока что, потому что я буду питаться от USB интерфейса. Соответственно 5 вольт у меня и так пойдет. Поэтому для того чтобы протестировать, загрузить прошивку, мне будет достаточно USB. А потом когда будет устройство независимое, мне нужно будет подключить батарейку. И то что я в начале ролика показал, независимое устройство будет работать допустим в корпусе или в открытом виде. Как вы его разместите для того чтобы снимать температуру и влажность. Окей. Следующим этапом я перехожу к рабочему столу. Мы откроем интерфейс IoT Core на Амазоне. И соответственно создадим все необходимые вещи для того, чтобы потом перейти в Arduino IDE, либо в Visual Studio, смотря в чем вы будете работать. Но мы конкретно будем сегодня упрощенно делать основную прошивку, привязку сертификата в Arduino IDE. Поэтому сейчас переходим на рабочий стол и создаем необходимые сертификаты, полиси и само устройство в IoT Core на Амазоне. Мы в консоли нашего Амазона. Я предполагаю, что вы уже зарегистрированы на Амазоне. Вы знаете фундаментальные основы, как это все работает относительно пользователя, относительно прав пользователя. У вас есть пользователь, под которым вы работаете на Амазоне. И у вас есть право создавать, допустим, сервисы IoT Core устройства, то есть вещи. Если у вас фейворит не добавлено, то есть переходим в строку поиска, пишем IoT. Извиняюсь. IoT. И выбираем IoT ядро. IoT Core. Так, извиняюсь, сегодня у меня интернет немножко подтормаживает, поэтому есть сложность с загрузкой. Так, мы на IoT Core. Соответственно, первое, что нам нужно будет сделать, это создать вещь. То есть, менедж вещи. И нам нужно будет перейти в эту категорию для того, чтобы создать вещи. Переходим сюда. Вот то, что в начале ролика я показывал, у меня уже есть какие вещи на этом аккаунте, под этим пользователем. То, что я создавал. Поэтому, возможно, у вас тоже уже есть вещи. Но я пройдусь сейчас с самого начала, как вещи создаются, как привязываются сертификаты к этой вещи и полиси, то есть права пользования этой вещью на распространение ресурсов по Амазону для конкретной вещи. Окей, создаем вещь. Это Single Thing. Здесь Next. То есть, мы одно создаем. Ну и придумайте имя. К примеру, я возьму... Да, ну естественно, имена внутри вашей локальной области пользования этими интернет вещами, они должны быть уникальными. Это само собой. Temp ESP32. Давайте без ESP32. Temp, чтобы пробило. Здесь все оставляйте как есть. Device Shadow мы немножко позже разберем. Пока что не будем создавать. Делаем Next. Автогенерация сертификатов рекомендуется. Да, рекомендуется. Делаем дальше Next. Policy. Я могу выбрать, и вы также можете, если у вас они есть, Policy, вы создавать для других вещей. Но мы сейчас пройдемся... Мы сейчас не создаем, не завершаем создавать вещи. Мы создаем Policy. Еще полгода или даже, может быть, немножко больше назад создавалась вещь без Policy, а потом Policy в отдельной категории можно было стать. Сейчас они перенесли это в Security Policy и при незавершенном действии самой вещи и сертификата, который вы генерируете, вы можете в новой вкладке, соответственно, создать сейчас Policy. Ну, к примеру, ESP32, TempMy Пусть будет вот так вот. Я, в принципе, разберусь. Так, да, имя Policy так же уникально, как и вещи внутри вашей области видимости вещей в IT-куру. Соответственно, здесь есть несколько возможностей относительно того, на что будет распространяться политика безопасности ваших устройств. Соответственно, мы сейчас тестируем небольшое простенькое устройство, поэтому давайте IoT выберем, сервис. И звездочка означает, что распространяется на все сервисы внутри Амазона. В ресурсы мы также сейчас поставим звездочку, то есть на все ресурсы распространяется. Можете перейти в Advanced Mode, если интересно, и увидеть, как это в JSON выглядит относительно того, на какие экшен, на какие ресурсы распространяется полис. Ну и, соответственно, да, позволить эффект и создаем. Пока создаются полисы. Мы можем, в принципе, так, полиси уже создался. Мы можем уже перейти в наш незавершенную вещь, которую мы не создали. И вот, в принципе, либо при рефреше, либо если интернет-соединение хорошее, и браузер позволяет автообновление странички делать, я хромом пользуюсь, у вас появятся полиси того, что вы только что создали. Мы создали ESP32Policy, темп, температура сокращенно, темп. Без буквы Т пусть будет темп. Так, ставим здесь галочку, то есть мы приоттачиваем нашу политику безопасности к нашей вещи, которую мы будем использовать дальше. Так, проходим дальше. Вещь создается. И, фактически, вот на этом этапе то, что необходимо сделать внутри IoT Core для текущего кейса по снятию показаний температуры и влажности, на этом, наверное, все. То есть там будут небольшие такие вещи, связанные с Device Shadow, но это, в принципе, можно сделать позже. Вот. Ну и последний этап, завершающий в IoT Core, практически завершающий, это сами сертификаты, которые вы будете использовать в ваша IDE для того, чтобы залить прошивку на ваш микроконтроллер. Соответственно, девайс сертификат, который вы будете использовать, сохраняем. Он важен для того, чтобы ваш микроконтроллер понимал, с какой вещью внутри Амазона он сможет работать. Так, я внутри директории, в которой я создам папочку и в нее буду сохранять все. Сохраняем сейчас сертификат вашего девайса. Далее, то, что потребуется однозначно для IDE, это Private Key. Его сохраняем в первую очередь. К сожалению, не позволяет, в последнее время, видимо, политика Амазона изменилась и не позволяет не сохранять то, что вы не будете использовать, допустим, публичный ключ. То есть, вы не закончите процедуру активации вещи в Амазоне, пока вы не сохраните все сертификаты, которые вам предложат. Соответственно, публичный ключ мы не будем использовать, но, тем не менее, его нужно будет скачать для того, чтобы завершить. Также его сохраняем. Мы его не будем использовать, но такая есть процедура у Амазона. Да, мы дальше разберем. Он там, на самом деле, добавляет некий идентификатор вещи к самому ключу. И то, что понадобится вам еще, кроме девайса сертификата, приватного ключа, вам потребуется еще доступ в целом к сервисам Амазон. Это root.ca certificate, первый, который можно скачать как по отдельной ссылке в репозитории Амазона, так и каждый раз, когда вы будете создавать любую вещь, вам будут предлагать этот root.ca certificate скачать. То есть, его тоже скачиваем, он нам пригодится. Мы будем его использовать для доступа к сервисам Амазона. Так, и вот так же, вот эту же папочку я сохраняю. Вот, на этом с сертификатами все. Важная часть, здесь важно нажать done. Последнее время, наверное, несколько месяцев назад, еще была кнопочка activate. Но сейчас, как только вы нажимаете done в создании вещи, у вас автоматически активируется вещь с сертификатами. То есть, и сертификаты становятся активными, и полисик этой вещи становится активной, и они уже действуют. И сама вещь она активируется. То есть, если мы сейчас зайдем, допустим, в security, security, policy, policies, наш ESP32Temp. Далее нам нужно будет выбрать сейчас нашу политику на то, что она распространяется. ESP32Temp. И здесь открывается доступ к тому, что связывает вещь с политикой безопасности и сертификатами, которые к этой вещи принадлежат. Давайте теперь сделаем прошивку для нашего контроллера. И я сейчас кратко расскажу, что нам нужно будет сделать базово для того, чтобы мы увидели наш датчик, чтобы мы могли работать с AWS IoT библиотекой. Для этого нам нужно будет первым делом, соответственно, выбрать борт, на котором мы работаем. Для того, чтобы у вас борт ESP32 работал. Я подразумеваю, что вы, в принципе, с ESP32 контроллером работали. Если нет, я оставляю ссылочку на довольно хороший блог, где парень рассказывает о микроконтроллерах ESP32 практически все. То есть, как с ними работать, как поставить ту или иную библиотеку. И в целом, для того, чтобы она заработала библиотеку в Arduino IDE, либо в Visual Studio под другие какие-то ваши потребности, которые будут для этого контроллера. Там, в принципе, в этом блоге все будет. Окей, здесь мы выбираем базово, что нужно. То есть, вы еще не начали писать код или взяли пример. Вам нужно будет, естественно, выбрать борт. Если борта нет, вам нужен борт менеджер. В борт менеджер нужно будет, естественно, поставить то, о чем я говорил. Ссылочку я приложу. Как работает ESP32. В принципе, там подробно об этом все будет. Теперь о библиотеках, которые нам необходимы будут. Для того, чтобы, в принципе, работать с какими-либо датчиками, нужна библиотека. Это понятно. Конкретно в нашем случае датчик DHT11. Это вот тот датчик, который я показывал в начале видео. Там это датчик абсолютно простой. То есть, у него там температурный range, то есть, промежуток того, где он может работать, очень-очень маленький. И, соответственно, он там не подходит для наружных применений. Поэтому все, что мы сейчас делаем, это внутри лаборатории, офиса вашего, квартиры, дома. В таком плане применения. Соответственно, нам нужно будет поставить библиотеку под этот сенсор. Соответственно, идем в Tools. Идем в Manage Libraries. В нем мы находим, заходим в Type All и пишем DHT11. Я сейчас покажу, она у меня уже установлена, как она точно называется, для того, чтобы вы нашли ее. Но, в целом, в интернете поискать ее можно. Я сейчас укажу ее конкретно с подписью, кто создатель библиотеки. И вы ее найдете. Так, вот все мои установленные библиотеки. Я сейчас найду конкретно, по-моему, он дофруит ее делал. Вот, в библиотеке следующее. Сенсор, DHT сенсор library. Да, дофруит ее делал. Версия у меня 1.4.2 стоит, проинсталлена. Я ее пользуюсь. Все, что другое, я тестировал от других разработчиков, те, кто это все выкладывал. Вот, кстати, немножко другой датчик, 12. Но есть кое-какие ошибки, конкретно с Arduino IDE. Может быть, Visual Studio под платформой IEO у вас ошибок не будет, если вы предпочитаете в Visual Studio работать. Вот, соответственно, берем библиотеку DHT сенсор library, которую сделала дофруит версии 1.4.2 у меня стоит. Вот, теперь относительно библиотеки под AVS и работы с сервисами Амазона. Она есть в открытом, но я сейчас покажу, каким образом и где я ее брал. Я ее ставил откуда. То есть, AVS. Давайте откроем. Вот. Наконец-то я нашел. Думал, быстро отдастся мне поиск. Хотел это все сделать, но вы увидели это в ускоренном виде. Вот. Я приложу ссылочку, где можно взять эту библиотеку. Сейчас покажу, как это все поставить. Фактически, вам нужно будет зайти в корень репозитория. Пользователя. Либо склонить репозиторию через SSH, либо HTTPS. Либо же просто скачаете zip и распакуете у себя. Распаковав его, вы увидите несколько директорий. Вам нужно будет зайти в директорию example. То есть, мы заходим сначала в Arduino. Здесь AVS, IT. Это основная директория, которую вам нужно будет оставить. Оставить куда? То есть, допустим, вы берете ваши документы, как правило. Библиотека Arduino. И, соответственно, вот в вашей всей библиотеке. Это первый вариант. То есть, вам нужно будет просто папочку AVS, IT, которую вы скачали из репозитория, нужно будет перенести в эту библиотеку. Либо же оставить zip, только AVS, IT, перейти в Arduino IDE, здесь нажать Sketch, Include Library и добавить zip в библиотеку. Соответственно, фактически сделать то же действие, что вначале, вот перед этим я рассказал. Он возьмет и распакует zip, переместит библиотеку в ваши документы, где хранятся библиотека для Arduino. И все это там разместит. Библиотеки мы поставили. И следующим этапом, который нам необходимо будет сделать, это убедиться, что библиотеки у нас работают, стоят. И экземплы для того, чтобы нам сделать следующий шаг, у нас есть в доступе в нашей IDE. Для этого вам, после того, как вы поставили библиотеку, нужно будет сделать перезагрузку вашего IDE Arduino. Соответственно, как только вы перезагрузитесь, у вас появится вот здесь в экземплах такой раздел, как AWS IoT. Вам нужно будет выбрать DHT11Logger. И вот пример загрузится, и мы его сейчас немножко трансформируем. Относительно трансформации и редактирования скетча, что нам нужно будет сделать первым этапом. Нам нужно будет убедиться, что мы подключили к цифровому пину тот сигнальный провод, который идет от контакта S. Сигнал нашего датчика DHT. Мы вот вначале обсуждали, я подключил на 23. Но можете поменять на любой другой цифровой пин, который вы выберете из пинаута на схемке. Соответственно, выбираете здесь 23 пин. Я его здесь у себя указал. Далее, здесь по умолчанию у вас будет уже продефанина тип DHT11. Но, в принципе, если работаете там с другими сенсорами, более качественными, они по температурным режимам гораздо лучше, чем 11 версия, тогда вам нужно будет вот здесь раскомментировать строку. Ну, а, соответственно, эту закомментировать. Вот. Мы работаем с DHT11, поэтому я здесь все оставляю. Далее, следующий этап. Здесь, в принципе, понятно. Wi-Fi SSID. Вам нужно будет ввести имя вашей сети. То есть, как-то у вас его называется. Вы именно его и вводите. Где можно посмотреть? В телефоне, в вашем компьютере. То есть, то имя сети, где, в зоне которого будет находиться устройство IT. Соответственно, к чему оно будет коннектиться. Ну, и, соответственно, есть один такой большой нюанс и с точки зрения безопасности. Это вот в открытом видео так вот сети и ключи, они будут храниться. Конечно же, да, на контроллеры это нужно будет постараться, чтобы это все вытащить. Но, тем не менее, такой, скажем так, нюансик есть. В этом плане вы вводите имя сети и пароль от нее сразу же в вашей ардуино, в ваш скетч, когда вы будете это все загружать на контроллер. Вот, соответственно, здесь то же самое. Вы вводите ваш пароль. Минимум там 8 символов, в зависимости от того, как у вас роутер настроен. Вот, и следующим этапом вам нужно будет ввести хост-айди, хост-адрес. С интернет вещей в аккаунте, в котором, в Амазоне, в котором вы работаете. Соответственно, вот в примере я даже убрал тот уникальный идентификатор. Почему? Потому что, как оказывается, вне зависимости от количества вещей, этот ID, он уникален для всех. Соответственно, дальше вы указываете клиент-айди. И это имя вашей вещи, которую мы создавали вот на этапе создания вещей. Manage, things. И здесь у вас имя ваших вещей. Мы создавали последнюю ESP32 team. До этого я вот тестировал ESP32 test. Соответственно, она у меня здесь уже есть. Ну, и топик, который нужно будет вписать вот в этот стринг, вы получаете вот на этапе, когда создаете девайс шедов. Девайс шедов мы еще не создавали. Поэтому я сейчас покажу, как это все делается. Это делается очень просто. Нам нужно будет перейти снова в наши вещи. Нужно перейти в вещь, которую вы создали только что. Далее нужно будет выбрать девайс шедов. И в девайс шедов, в принципе, нажать create shadow. Я сейчас этого делать уже не буду. И вам, в принципе, выдаст адрес в девайс шедов, который вы впишите вот сюда. Соответственно. И, в принципе, на этом коррекция скетча для DHT11 закончена. Нужно будет теперь подключить контроллер к компьютеру, что мы сейчас и сделаем. Выбрать необходимый порт, по которому у вас находится ваше устройство. Я еще не подключил. Сейчас это сделаю. И загрузить прошивку. Открыть serial monitor. И убедиться, что локально, пока еще без внешнего мира по MTTT, у вас в serial monitor данные идут о температуре и о влажности с датчика DHT11. Поэтому давайте сейчас подключим наш контроллер, загрузим прошивку и убедимся, что у нас все работает. Нам остается сейчас сделать подключение. То есть мы подключаем наш контроллер к компьютеру. Отлично. Контроллер у нас подсоединен. Подключение у нас есть. Проверяем порт наш. Есть. Выбран. Борд я уже повторялся. Я использую менеджер бордов ESP32. Конкретно имя борда я беру ESP32. Ровер модуль. Вот этот. По умолчанию скорость загрузки, прошивки. Здесь я все по умолчанию оставляю. Следующее. Мы сейчас в AWS IoT нашу библиотеку загрузим наши сертификаты. Рут сертификат, сертификат девайса и ключ безопасности приватный. Я покажу сейчас на одном примере рута, который открытый в репозитории для работы с сервисами, который сам Amazon дает всем. И вы по этому принципу сделаете два остальных ключа в файлике. Покажу сейчас, в каком файлике. Так, здесь сворачиваем, уходим. Ваши сертификаты, которые мы сохранили в той папке на этапе, когда мы создавали вещь, политику безопасности и сертификаты, у вас где-то хранятся. Заходите в эту папочку. Они у вас где-то есть. Смотрите, вам нужен будет приватный ключ, сертификат устройства и рут сертификат самого Амазона. Я покажу на примере сей, потому что он максимально открытый, его можно показывать. И в принципе, мне потом не придется генерить новые ключи или безопасность менять в своем аккаунте. Вот, смотрите, в каком виде дается такой ключ. Там либо PEM-файл, либо SER-файл, там в зависимости от, не знаю, как это Amazon решает. Но, по-моему, когда вы скачиваете с основного репозитория Амазона, он дает ссылочку на S3, там, по-моему, PEM. Когда я скачивал при создании устройства, мне почему-то точка SER. Хотя содержимое, в принципе, это текстовый вид. Вот, смотри, в таком виде все это есть, но в наш C-код нам нужно будет внести некие правки. Там string, и он как бы в переменную avs.root.ca.pem помещается. И дело в том, что в том виде, в котором хранится по умолчанию, это перевод строки. Поэтому вам нужно будет взять вот после каждого финала каждой строки, либо вот скопируйте такой вот символ, обратный слэш, N, обратный слэш. И, допустим, вот сюда проставьте, и таким образом поправьте свои файлики сертификатов, ключ безопасности и сертификат корневой для Амазона. Далее, здесь, конечно же, далее это все скопируйте и замените на то, что вам выдаст в вашей библиотеке, которую вы погружаете через Android IDE, которая хранится в документах, библиотеке, ардуин библиотеки и папочка avs.iot, которую вы загрузили в внешнюю библиотеку. В папочке crs есть файлик avs.iotcertificates.c. Вот в него нужно будет внести правки трех вот этих сертификатов. То есть сертификат корневого доступа, сертификат устройства, который мы создавали в avs.iot, и ключ безопасности приватный. В таком виде вам все нужно будет поправить, сохранить, перезагрузить Arduino IDE, если она была открыта у вас. У меня она открыта. И, в принципе, у вас любой скетч, который вы будете делать на основе связи с сервисами avs, у вас они будут работать. В принципе, вот так это все работает. Вот, это я закрываю, это я не сохраняю. Вот, соответственно, что мне нужно будет сейчас сделать. Мне нужно будет сейчас загрузить прошивку, открыть serial monitor и убедиться, что все это работает. Компилируем наш код. Далее, после компиляции нам нужно будет его загрузить, открыть serial monitor и нажать на кнопочку на микроконтроллере. Ну, в основном она называется либо reboot, либо что-то в этом роде. Я покажу на схеме где-то в каком-то вот, в этом углу экрана. Кнопочку нужно будет нажать, чтобы у вас connection к Wi-Fi сети произошел. И, в принципе, работа скрипта началась. Так, пока компилируется скрипт, нам нужно будет зайти сейчас сразу же в тестирование MQTT клиента. Пока протестируем внутренний клиент на самом Амазоне. Потом покажу на примере MQTT.fx внешний с загрузкой сертификата, включаясь и тестирование топика. Отлично. Так, что тут наш... Так, здесь все скомпилировалось у нас. Загружаем. Что-то повторно компилирует скетч. Это есть, конечно, нюансик один такой в Arduino IDE. Visual Studio, там, конечно, немножко иначе происходит. Даже малейшие изменения полностью все не... Перекомпиляцию все не делает. ADE. Так, загрузка пошла у нас. Есть. Далее открываем Serial Monitor. Нажимаем вот кнопочку, которую я на схеме показывал. А, здесь нужно будет выбрать 11.520. Так, есть Connection к Wi-Fi. На самом деле, далее это все гораздо проще, быстрее будет происходить. В следующем этапе должен быть Connection, да, вот KWS как раз идет сейчас. Все. И у нас пошла публикация сообщений о влажности и температуре. В принципе, вот наше IT-устройство уже работает. Уже есть показания с датчика. Да, есть, конечно, иногда пропуски. Ну, на самом деле, я же сразу говорил, что этот датчик, он не самый лучший. Ну, в принципе, таких потерь будет очень-очень мало. Вот. Ну, можем, я не знаю, перевернуть его, чтобы показания были другие. Ну, да, уже влажность, я его взял в ладошку, уже влажность выше, ну и температура меняется, выше становится. Вот. Все, в принципе, в этом плане уже все работает. Отлично. Мы залили нашу прошивку, мы протестировали в сериал-мониторе, как у нас снимаются показания с датчика. Все, теперь мы можем отсоединить от компьютера наш контроллер, взять любую доступную батарейку, где у вас есть логика работы с 5 вольт DC, либо же 3 вольта. Я вот, допустим, у себя нашел такие небольшие аккумуляторы под наушники у меня были, в принципе, возможно, тоже их спрячу, запакую, спрячу под контроллеры, в принципе, весь корпус будет довольно небольшой. Вот, единственное, это уже развитие в проект полноценность, но там уже, смотрите, какие цели вы преследуете. Окей, сейчас немножко не об этом, подключаем нашу батарейку и, в принципе, то, что в начале нашего ролика я показывал, у нас уже есть полноценное, независимое автономное устройство, которое может работать месяц на этой батарейке однозначно даже, думаю, больше будет. Ну, естественно, я буду сейчас использовать 5 вольт, потому что 3 вольта у меня занято, а разделять сейчас, сеперировать провода я не хочу, поэтому я подключаю у себя 5 вольт, у меня вот желтый, я беру пин в самом экране, но все равно пин-аут смотрите на схеме, где у вас 5-вольтовая логика, как запитать устройство. Вин сюда, ну и, соответственно, черный граунд рядышком возле него. Все, в принципе, мы запитали наш контроллер. У нас есть полностью независимое автономное устройство, которое, в принципе, можно поместить в корпус, поставить в любом помещении, либо наружу. Единственное, да, вот эти датчики для внешнего мира, там, где повышенная влажность, пыль и перепады температуры, он не подходит. Вот это все-таки такой датчик, скажем так, из набора для юниоров, который в домашних условиях вы можете использовать. Если хотите более промышленные образцы, вам нужно будет тогда использовать вот такого плана датчики, бошевские, либо Адафруид делает неплохие датчики. И, естественно, да, тогда можно и забор температур брать от минус 40 и плюс там 60, но бошевский, насколько я помню, так работает. Вот, в целом, вот так вот все мы подключили, теперь я снова возвращаюсь к компьютеру, открою MQTT клиент и, в принципе, впишу туда строку нашего MQTT топика, с которым мне дал Amazon. И, соответственно, автономное устройство на базе ESP32, датчика с ардуиновского комплекта, батарейки, уже есть независимое устройство, оно коннектится к вашей Wi-Fi-точке, которую мы прописали в Arduino IDE. И, соответственно, все данные через доступы ключи IoT Core, сертификаты и доступ к Amazon передают данные о том, что показывает этот датчик. То есть, что он забирает температуру, там, либо влажность, либо еще что-то, либо все вместе. Соответственно, все. На этом hard-часть у нас закончена. Теперь переходим к тому, как наше устройство передает и в каком виде передает по MQTT данные. Далее вот тот топик, который у нас есть в... Переходим в вещи. Выбираем нашу вещь. Так, переходим в наше тестирование MQTT клиент. Убиваем нашу подписку. Единственное, здесь поставьте побольше, чтобы сообщение было. И на дисплей пусть будет не в JSON, а в стрингах. И вот, пожалуйста, наши данные с той частотой, которая в скетче была выбрана, будут обновляться и отправляться уже на Amazon. Вот я сейчас еще раз возьму его в руку, чтобы изменения были... Ну вот, 56 уже влажность, температура... Сейчас выше должна быть 29 уже, влажность 66. Вот, в принципе, там с какой-то частотой у нас это все... Каждые 5 секунд у нас отойдет обновление. Ну вот уже влажность 72, 75, температура 30. Будет расти, пока держу его в руках. Вот в целом, вот так это работает. Сейчас я перейду в клиент, независимый от Amazon. Здесь я подписку удаляю. MQTTFX и быстренько, опять же, это вот не по планам, я не планировал это показывать, но тем не менее, все равно, почему бы нет, можете посмотреть, как это работает, если вы будете использовать независимый MQTT клиент. Вот, MQTTFX, я здесь сразу покажу, что я себе создал про файл АВС. Здесь тип MQTT Broker. Брокер, здесь у меня замазано, это понятно, что брокер, адрес тот хост, который вы вбивали в Arduino IDE. Далее, порт вам по умолчанию даст, здесь нужно будет перейти на вкладочку OSL TLS. И сюда загрузить вот те сертификаты, которые есть, корневой сертификат, сертификат девайса и приватный сертификат, который вы получили, когда создавали вещь. Весь, соответственно, в подписке нужно, сначала нужно будет проконнекиться, естественно, к сервису. В подписке вбиваем тот топик обновления по адресу, наша вещь, имя вещи и апдейт и подписаться. Возвращаемся сюда. И каждые 5 секунд, в принципе, мы видим сообщение о том, что у нас... Единственное, в разных клиентах по-разному, не все клиенты автоскроллинг поддерживают. Переключение по умолчанию, обновление было. Нам нужно вот здесь, в этом клиенте выбирать нужно. Если в клиенте Amazon, там автообновление, автоскроллинг идет в последний стринга, последние строки. Вот, в целом это вот так работает. Устройство независимое. Устройство работает в зонах действия Wi-Fi сети, которые вы указали при прошивке. И, соответственно, вы можете это устройство поместить в зону действия другой сети. Вам нужно будет просто перепрошить устройство. И оно также по этому же MQTT топику будет передавать те данные, на работу которого настроен датчик ваш. Соответственно, это все. Делайте вот такие небольшие устройства, небольшие проекты. Возможно, монетизируйте их и, конечно же, лучше их монетизируйте, потому что, ну, ничто так не мотивирует, когда ваше устройство покупают и им пользуются. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok